Hi, my friends. We continue our playlist. Друзья, мы с вами продолжаем. Значит, те времена, которые мы с вами рассмотрели, это, соответственно, простые времена в английском языке. Это время Present Simple. Далее Past Simple. Простое прошедшее время. Future Simple. Это основа. Также мы с вами поговорили про времена Present Continuous. Настоящее продолженное время. Прошедшее продолженное время. Past Continuous. Past Continuous. Это прошедшее продолженное время. И также мы с вами поговорили про время Present Perfect. То есть я считаю, что это те времена, которые нужно в первую очередь знать для хорошего среднего уровня. Но если двигаться дальше, то есть далее среднего уровня, выше среднего уровня, то нужно знать в первую очередь следующие времена. Это настоящее, совершенное, продолженное время. Оно часто используется в разговорной речи. Это Present Perfect Continuous. И также время предпрошедшее. Прошедшее, 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 совершенное, Past Perfect. Эти времена нужно знать в первую очередь. Запланировано так, что мы с вами как раз потерируемся с этими временами. И потом мы с вами разберем оставшиеся времена. Что касается этого урока, то мы с вами поговорим про время Present Perfect Continuous. Ведь на самом деле действительно очень часто мы хотим сказать или спросить. Я изучаю английский два года. Практически все, кто не знаком с данным временем, говорят... Я изучаю английский. Но вопрос, насколько это правильно? Вот какие ошибки вы видите в этом предложении? Really, my friends, what mistakes do you see in this sentence? Or what mistakes can you name? Какие ошибки ты можешь назвать? I learned English two years. Значит, смотрите. В чем смысл времени Present Perfect Continuous? Present Perfect Continuous. Значит, соответственно, это началось... Значит, что-то началось некоторое время назад. Something happened. Некоторое время назад. Some time ago. И это все еще происходит. And это все еще... Все еще этот still... Временной оказатель времени Present Continuous. Это все еще происходит. And it's still happening. And it's still happening. Значит, в этом смысл, соответственно, времени Present Perfect Continuous. Давайте еще раз посмотрим разницу. Если просто какое-то совершенное действие... Значит, мы с вами используем Past Simple. Например, я могу сказать... Я выучил английский. I learned English. I learned English. Это просто Past Simple. Я могу сказать как факт. Да, я выучил английский. I learned English. Я это сделал. I did. Я это сделал. И здесь обычное время Past Simple. Это просто как факт. Далее. Если я хочу использовать какие-то временные указатели. Например, я хочу сказать... Я уже выучил английский. Я использую already. И говорю... I've already learned English. И тогда это время, которое называется Present Perfect Continuous. Present Perfect. I've already learned English. Видите, already нам подсказывает. А видите, здесь другое предложение. Я учу английский два года. Вот если просто я учу английский. То есть, вообще, как факт, это происходит вообще. Вы не говорите два года. I learned English. То есть, я вообще изучаю английский. То есть, имеется в виду in general. То есть, в общем. In general. То это, конечно, можно сказать просто Present Simple. Present Simple, то есть вообще. Если в настоящий момент времени, вот вы сейчас изучаете английский. Например, вот сейчас в данный момент. Или, например, в этом месяце. То есть, не обязательно, что мы говорим, что Present Continuous. Это именно сейчас. Например, в этом году. То есть, в этом сейчас. Но, где пришло именно сейчас. Обычно все-таки это now. Вы говорите I'm learning English. То это сейчас. I'm learning English. И тогда, видите, у вас выступает время, которое называется. В принципе, you know it very well. Present Continuous. В этом время называется Present Continuous. Видите, здесь немножко другая ситуация. Я изучаю английский два года. То есть, видите, вы как бы говорите в настоящем времени, но у вас есть два года. Но, на самом деле, в течение двух лет. Видите, здесь тоже небольшая ошибочка. То есть, вообще, в течение двух лет мы говорим. То есть, мы говорим for two years. For two years. В течение двух лет. Вот это в течение for. Это как раз и указатель данного времени. For. Это и есть указатель времени Present Perfect Continuous. Ну, опять же, здесь нужно смотреть на контекст. Что ситуация, как здесь сказали. Значит, повторим. Present Perfect Continuous. Something happened some time ago, and it's still happening. I learned English past simple. I've already learned English. Present Perfect. I learned English in general. Present Simple. I'm learning English. Present Continuous. It's happening now. For. Present Perfect Continuous. Но, опять же, здесь важно именно о чем мы с вами сказали. Что что-то здесь началось в прошедшем и происходит в настоящее время. Значит, образование. Почему это неправильно? И как это нужно сказать? Почему мы так с вами не будем говорить? Значит, как образуется время Present Perfect Continuous? То есть, образование have или has, далее been, плюс глагол с инговой формой. То есть, нужно сказать I have been learning English for two years. I have been learning English for two years. Я изучаю английский два года. Или, например, можно сказать, я изучаю... Ну, кто-то, например, испанский, я слышал, изучает. Можно сказать, я изучаю английский... Я изучаю испанский полгода. Тогда вы скажете... I have been learning испанский Spanish полгода. Вот это for мы не забываем с вами сказать. И, кстати, нужно поставить здесь for полгода, half a year. Далее. Я смотрю этот канал около... Значит, канал молодой относительно, например, около двух месяцев. Я смотрю этот канал. Я смотрю этот плейлист больше, чем год. Я смотрю этот плейлист. Только хочу вам сразу сказать, друзья мои, что здесь также используется сокращенную форму. То есть, не I have, а I've мы привыкаем. То есть, привыкайте I've говорить. Я к этому призываю. Я вот эти специальные даю предложения, чтобы вы понимали, что нужно не забыть for. Очень часто дают ошибки. Как раз for half a year неправильно говорят. Также около тоже не говорят. Не знаю, где about поставить. Специально я для вас эти выражения делаю. Итак, я изучаю... Нет, я смотрю этот плейлист. I've been watching this playlist. I've been watching this playlist. Соответственно, около... Да, около года. Например, вы хотите сказать, я работаю здесь больше, чем два месяца. Я работаю здесь. Также говорите... I've been working here. Вы хотите сказать, больше, чем. For more than two months. Я работаю здесь. Я работаю здесь. Около года. Нет, я скажу, я работаю здесь почти что год. Я работаю здесь. I've been working here. I've been working here почти что год. Это фраза. For almost a year. For almost a year. I've been working here for almost a year. Повторим. Итак, смотрите, еще есть некоторые подводные камни. Но пока давайте это разберем. Have, has been, plus verb, plus ing. I've been learning English for two years. I've been learning Spanish for half a year. I've been watching this channel for about two months. I've been watching this playlist for about a year. I've been working here for more than two months. I've been working here for almost a year. То есть, обращать внимание именно на как раз образование. Ведь have been, ну и соответственно, или has been, если he, she, it. И здесь именно вот на эти указатели. То есть, понятно, for a year, for two years легко. А вот обращать внимание, что здесь не запутаться. Это очень важно. Это нигде практически не объясняется. Я для вас систематизирую. I've been working here for almost a year. Значит, отлично, друзья мои. Все на самом деле прекрасно получается. И также вопрос, тоже на самом деле вопрос часто. Как долго ты что-то делаешь? Это вопрос how long? How long have you? Если ты. How long have you been? Далее глагол с инговой формой. Как долго ты изучаешь английский? How long have you been learning English? То есть, видите, запомните. How long это маячок. Сигнал к этому времени. Ну, конечно, вы анализируете контекст, но понимаете. Как долго ты изучаешь? То есть, раньше начал и сейчас. How long have you been learning English? Как долго ты работаешь здесь? Как долго ты смотришь этот канал? How long have you been watching this channel? Например, хотите меня спросить, как долго ты преподаешь английский? How long have you been watching английский? English. И здесь, конечно, краткие ответы, возможно, есть краткие ответы, можно сказать, соответственно, for в течение, например, в течение 15 лет. For 15 years. Около 15 лет. For about 15 years. И так далее. Или можно полностью говорить, соответственно, I've been teaching English. Teaching. How long have you been teaching English? For about 15 years. For 15 years. И так далее. Видите, здесь, я для вас специально, это в реальном времени, оставляю все как есть, чтобы не править. То есть, как было, так и было. Чтобы вы тоже понимали, что мы все люди, тоже мы ошибаемся, и это на самом деле нормально, просто важно не терять концентрацию. For about 15 years. Соответственно, видите, получается, думаешь, говоришь про одно, и думаешь уже о другом. For about 15 years. Далее, видите, здесь такой момент, здесь достаточно, может быть, легкий вопрос. How long have you been teaching English for 15 years? Я просто думал о более сложных вещах, но можно ответить не так же for, а, например, с какого-то момента времени. То есть, можно сказать for, а также еще временной указать since, с какого-то момента времени. Тоже смотрите, где у нас с вами было for, и также since еще допустимо. Например, я могу сказать, что since это с, с прошлого года, since last year. Можно сказать, что я живу здесь с прошлого года. I've been living here, living here, с прошлого года, since last year, since last year. Since last year. Since это с, с прошлого, что вы имели в виду. Значит, иногда, значит, for и since употребляется время present perfect, вместо времени present perfect continuous, но обычно именно в этом контексте, соответственно, употребляется преимущественно present perfect continuous, поэтому по умолчанию мы используем. Итак, и последнее, на что нужно обратить внимание. Повторим еще один подводный камень. Итак, how long have you been learning English? How long have you been working here? How long have you been watching this channel? How long have you been teaching English? For 15 years, for about 15 years, I've been living here since last year. Thank you, my friends. Thank you. И здесь, смотрите, значит, следующий вопрос, то есть пример. Значит, мы знаем друг друга очень давно. Ну, опять же, видите, мы знаем друг друга. we, многие пытаются так сказать, we have been knowing each other очень давно. Вот опять же, видите, for a long time. For a long time. Это давно, очень давно, for a very long time. Но здесь важный момент, что также есть глаголы, которые не употребляются в continuous, видите, как know. Значит, есть правило, если глагол не употребляется в continuous, как know, то мы используем не present perfect continuous, а present perfect. То есть, так мы сказать не можем. Мы просто говорим тогда, we have known each other for a very long time. Или, например, мы можем сказать, мы знаем друг друга с детства. Видите, for a very long time – это очень давно. с детства, вот как раз с, со временами, present perfect, present perfect continuous – это since, since childhood. С детства – это устойчивое выражение. We have known each other since childhood. Давайте еще один пример. Например, могу сказать, я здесь нахожусь 10 минут. Значит, я здесь нахожусь 10 минут. Находиться – это глагол stay. То есть, мы скажем, I've. Видите, пример сложнее. I've been staying here 10 минут. For 10 minutes. Видите, если мы действительно хотим глагол находиться, пожалуйста, stay. Но можно просто использовать глагол be. Я здесь 10 минут. То есть, форму глагола be используем. Мы же не можем сказать, I've been here. For 10 minutes. Это грамматическая неверность. Мы не употребляем, поэтому по умолчанию просто используем, соответственно, present perfect и говорим, I've been here for 10 minutes. Так что у нас с вами получается. Смотрите. We have known each other for a very long time. We have known each other since childhood. I've been staying here for 10 minutes. I've been here for 10 minutes. И также вопрос. Как долго вы знаете друг друга? То же самое с how long. Но уже вопрос в present perfect, а не present perfect continuous. How long have you known each other? How long have you known each other? Или, например, как долго ты здесь находишься? Если stay глагол, то получается, how long have you been staying here? Если же просто глагол быть, то получается, how long have you been here? How long have you been here? В принципе, видите, по смыслу это одно и то же, но грамматически есть разница. Итак, повторим эти вопросы. How long have you known each other? How long have you been staying here? How long have you been here? Или очень часто мы даже спрашиваем, как долго ты меня ждешь? Очень часто. How long... Ну, ждать мы можем утрать в continuous, поэтому... How long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me? My friends, thank you very much. Thank you, my friends. We continue this very important playlist. Orange playlist, as you call it.